Одиночки обречены в проекты, в крупной компании создаются в команде, в сотрудничестве. В команде создаются три этапа. Первый – поиск. Надо найти людей. Откуда как? Интернет? Может быть. Социальные сети? Может быть. Личные контакты? Списки собственные. Возможно. Рекомендации? Отлично работают. 1 кг. 1 кг. 1 кг. Бот. Итак? 1 кг. 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 2 кг. 2 кг. 1 кг. Как отбирать, по каким параметрам, вероятнее здоровье, здоровье, кто-то сидит в зале и через полчаса, через час засыпает, а там же лекция идет нон-стоп, там же информацию перерабатывать надо, а он уже на 40-ом минуте, или на 15-ом минуте заснул, заснул, как это? Я не говорю по возрасту, я видел, когда 70-летние сохраняют прекрасную работоспособность в течение трех дней напряженных дней семинара, и поэтому наблюдай, ты увидишь 20-летних стариков, ты увидишь 70-летних молодых жеребцов. Это же интересно, в конце концов, да? Интересно наблюдать за людьми. Люди не в том, чтобы не хотят записывать, знаешь, здоровья не хватает, либо вот здесь чего-то не хватает, человек заплатил деньги за участие на семинаре, проделал путь, вот этот труд, да? Потратил время, деньги, все-все-все. Костюм, в конце концов, надел новый, и при этом спит, не записывает, но он когда-то ничего не внесет. Итак, отбор, и ты увидишь, если будешь наблюдать. Давай небольшие поручения своим партнерам, которые приехали. Это может быть установить roll-up, это может быть закрепить штор, это может быть подключить микрофон. Самый-самый, и посмотри, как они реагируют. И тут же ты поймешь, кто-то мимо должен пройти, пусть он пропонит. И тут поймешь, кто заинтересован, готов тебе помочь, совместно сотрудничать. Готовность сотрудничества. Это этапы отбора. И мы, топ-лидеры компании, на семинаре внимательно наблюдаем за своими менеджерами, которые приехали с людьми. Как они организовывают людей. Например, короткие перерывы, надо быстро выйти и зайти в зал. Да специально сделано так. Специально короткие перерывы. Для чего? Мы же не собираем людей для того, чтобы на 15-минутную лекцию прочитать, а потом они дискуссию свою организовали полчаса. Правда? Бывает, что ты собрал семинар, и они там дискуссию устраивают. Нас, сейчас я скажу важную вещь, нас не интересует мнение приглашенных. Мы их не на дискуссию собрали. У нас достаточно и знаний, и информации, и, кстати, и опыта, как вести наш бизнес. Нам не нужны здесь консультанты. Нам нужны люди, партнеры, которые способны обучаться новому, новым технологиям, осваивать IT-технологии, компьютер. Абсолютно большое количество людей, они думают то, что они знают технологии. А на самом деле, если копнуть, они даже элементарно Wi-Fi безопасность не понимают. Нам нужны лидеры, которые способны работать ровно, как к лиду роста компаний, так и в трудные времена. И нам нужны такие лидеры, которые не уповают на свой старый опыт, не ностальгируют, как старики. И якобы вот той-то компанией, Тяпляп Корпорейшн, они хорошо работали. Ты знаешь, твой вчерашний опыт просто раздражает молодых людей. Раздражает опыт, не работает. Время настолько, время ускорилось. Время оно, да? Время ускорилось. Поэтому, как только кто-то начинает ностальгировать, ты даже можешь поправить это, старичка. Знаешь что? Давай молодых людей не будем настраивать. Сегодня мир интересует твои сегодняшние способности. Вчерашний день все, и вот. Поэтому внимательно наблюдай. И мы тоже наблюдаем за тобой. И тогда постепенно создается команда. И вот третий этап, третий этап это обучение. И тогда компания начинает вкладывать серьезные деньги. И оказывает серьезные усилия в поддержку этого сильного, отобранного человека. Это личность. И так дальше начинается уже подготовка личности. Вот. Начиная с третьего, четвертого уровня карьеры до восьмого уровня. Ну иногда проходит 2-3 года, иногда 5 лет. Но это путь в становлении личности. Вот так вместе с ростом интеллекта, работоспособности, знаний команды, твоей команды, будет расти твоя бутовая структура. Бутовая структура. Вот примерно так делается бизнес. Бутовая структура.